Добрый день, дорогие друзья! Рада вас снова видеть и приветствовать у нас на канале агентства недвижимости в Испании Alex Home West. С вами ваш менеджер Львина. И сегодня у нас для вас отличнейшее предложение для тех, кто не любит ремонт. Это будет именно для вас предложение, потому что объект после капитального ремонта, заменены трубы, заменены проводки, все новенькое, свежее, чистенькое. И давайте пару слов об объекте. Объект у нас имеет 100 метров квадратной общей площади, 4 спальни, гостиную, соединенная с кухней в американском стиле, один санузел, балкон. И сразу забегу вперед, скажу, что подойдет идеально как для семьи с детьми, для большой семьи, так и под инвестицию, особенно если вы будете сдавать по спальням. И, конечно же, пару слов об инфраструктуре и вообще, где мы находимся. Не сказала вначале, мы находимся в Аликанте. Когда слышите, квартира под инвестицией, это, скорее всего, будет всегда Аликанте. Город у нас пользуется популярностью именно под аренду долгосрочную. И сам объект находится в районе Каролина Сальтос, район с очень развитой инфраструктурой. Сразу скажу, что у нас прям под домом есть отличнейший ресторан, где вы можете покушать свежего мяса на углях, также бары, рестораны. Конечно же, много очень кафешечек, магазинов со свежими продуктами, овощами, супермаркеты, школы, садики. В общем, действительно, все, что в голову вам может прийти, это все на расстоянии вытянутой руки. А что касается таких стратегических точек, как, например, центр Аликанте, то до центра пешочком будет идти где-то около минут 20-25, до музыкального театра 15 минут ходьбы, до пляжа Паштигет, посмотрели по гугл специально для вас, 18 минут пешочком, и вот до этого замечательного сквера, гарбинет, тут же у нас отходит и трава, чек, всего 5 минут пешочком от нашего объекта. Ну что, друзья, мы с вами поднялись на первый этаж, сразу хочу отметить, что у нас с вами есть энтропланты, это этаж, который находится между нижним и между первым, то есть, по сути, это второй этаж. Я уже вначале сказала, что объект у нас после полнейшего ремонта, тут вы можете видеть даже по коробке со светом, все поменены каблей, есть отдельно все выводы. Также не пугайтесь вот этих проводов, они у нас оставлены, если на случай вы захотите поставить здесь кондиционирование, например, кондиционер, если не захотите, вам их спрячут. Для роутера у нас очень много разных розеток, в общем, у вас не будет тут надобности где-то провода какие-то искать дополнительные, потому что действительно розеток много. И сразу скажу, мы находимся в общем пространстве, это гостиная, соединенная с кухней, такая барная стоечка у нас посерединке, и очень продуманно, мне нравится, со светом. Свет можно включать, контролировать, выключать с двух сторон. И также продуманные детали у нас как при входе, так и на кухне. Если вам кто-то позвонил снизу, вы всегда можете открыть, не подходя именно к самой входной двери, если вы готовите. И кухня, естественно, что касается самой кухни. Вся она новая, вся свеженькая, еще пластик не убран, с гарантией пятилетней. Конечно же, есть большой духовой шкаф, микроволновка, вытяжка очень современная. И, в принципе, достаточно много места для хранения. Из важных деталей у нас с вами есть, из бытовой техники, это компактная посудомоечная машинка. И еще из деталей сразу скажу, что у нас под раковиной расположилась система очистки воды, то есть вы можете уже воду пить прямо из крана. У нас есть дополнительно вот такой небольшой краник. Это как раз-таки вода, которая проходит у нас сквозь очистительную систему. Продумана действительно с умом. Единственная, какая вещь мне показалась непродуманной, это то, что хозяева установили газовый нагреватель воды. Почему не продуманно? Конечно, газ, в принципе, он дешевле пока еще, электричество. Но здесь у нас как раз-таки место с вами расположилось, чтобы поставить стиральную машинку. И если вы будете газовым баллоном пользоваться, вот, собственно говоря, он и сам баллон, то, конечно, баллон у нас пойдет вперед, и таким образом будет место дополнительное занимать у вас. Поэтому я бы на вашем месте поменяла газовый нагреватель на электрический, сюда поставила стиральную машинку, а сюда у нас ровно вмещается место для холодильника. Конечно, у вас съестся небольшое пространство, но, тем не менее, холодильник куда-то вставить нужно, потому что холодильник для вина этого будет недостаточно. И что касается видов, сразу скажу, у нас галерея. Галерея мне нравится тем, что она очень чистая. И сразу видно, когда вниз заглядываешь, насколько соседи у нас чистоплотные или нет. Галерея чистая. И сейчас давайте с вами пройдем и посмотрим наши первые две спальни. Они абсолютно идентичны. Чем мне нравится именно этот объект, эта квартира, это то, что она идеальна под сдачу. Особенно под сдачу по комнатам, потому что у нас четыре с вами спальни. И, собственно говоря, вот эта спальня вполне себе уместится. Кровать односпальная. Есть все выводы, опять-таки, очень продумано. Много розеток для телевизора. Еще мне нравится, как они свет продумывают. То есть можно с разных углов всегда его включать. И у нас действительно много лампочек. Также вы видите, у нас оставлены трубы. Если вы захотите поставить здесь кондиционер, сами хозяева этим занимаются, вам установится отдельная плату. Нет, они вам все это спрячут. И дополнительно у нас есть переключатель. Он как раз-таки индивидуальный свет на балконе. И пока на балкон не вышли, прокомментирую, что у нас все двери, двери, окна, они новые. Это алюминиевые с двойным стеклом. Удобство это то, что в каждой спальне у нас есть жалюзи. Мануальные, но тем не менее, свеженькие, новые. И давайте выйдем на балкон. Балкон хоть и небольшой, но уютный. И, в принципе, даже столик какой-то уместится. Полностью у нас тут и плитка новая, декоративная. И Тольда также заменили, Тольда новый. И, в принципе, из этого же балкона мы с вами можем попасть во вторую спальную комнату. Как и первая, она абсолютно идентична первой. Поэтому, в принципе, то же самое. И также идеально подойдет, как индивидуальная спальня. И снова, проходя сквозь гостиную, кухню, мы с вами сейчас попадем в другую часть квартиры. Опять отмечу, очень продуманные есть такие везде переключатели. Действительно, очень много на это внимания уделили. И здесь у нас расположилось с вами еще две спальни. Давайте начнем с первой из них. Она индивидуальная, такая же подойдет, как индивидуальная. Она самая-самая маленькая, пожалуй. Если будете по спальнам сдавать, ее нужно сдавать за подешевле всего. Тем не менее, небольшая индивидуальная кровать. И какой-то столик. И максимум небольшой шкаф. Конечно, минус, который вижу именно в этой квартире, это то, что не продумано место под шкафы. Но, в принципе, это можно установить, вот какие-то небольшие компактные шкафы. И тут окно выходит у нас на патио. Патио половинчатое. Почему половинчатое? Потому что напротив дом. Но, тем не менее, если посмотреть, то у нас одна часть патио открыты. Свет заходит здесь как раз-таки после обеда. И сегодня у нас паспортная погода. Но, тем не менее, комната достаточно светлая. На окна у нас также есть гарантия. Окна у нас, как и все в объекте, все новое, свежее. И сейчас мы с вами проходим и попадаем в нашу самую главную, так скажем, спальню. Она, конечно, отличается по размерам. Она будет побольше остальных. Имеет другую форму. И, в принципе, продумано. Тоже можно кровать как поставить таким образом, так и таким. Как вам больше будет нравиться. В принципе, пространство для шкафа здесь есть. И выходит также у нас на дом напротив, на улицу, на кафешечку внизу с растениями. В принципе, симпатично. Под телевизор также оставлено место. Много розеток с каждой стороны. Поэтому, действительно, телефон, камеры и все что угодно заряжать вот где. Даже, думаю, останется место. И последняя деталь у нас непосмотренная. Это наш санузел. Имеет окно для проветривания. Окно выходит в первое наше патио, как и из кухни. Виды, конечно, посмотрите в идеальном состоянии. Все новое, свежее. И, опять-таки, на детали внимания хозяева обращают. Установили сразу же вот такое вот... Так, ладно, да. Установили зеркало. То есть можно так, можно так. По-всякому. Можно включить и выключить. И сейчас давайте с вами спустимся вниз. Подведем итоги и поговорим, сколько же эта вся красота стоит. Ну что, друзья, вот такой объект мы сегодня с вами посмотрели. Я надеюсь, он вам понравился. И давайте сразу перейдем к самому интересному. Это к цифрам. Поговорим, сколько же можно на этом объекте зарабатывать. Если вы его сдаете, как именно цельный объект, квартиру, по долгосрочную аренду, в том состоянии, в котором именно сейчас объект находится, без мебели, то можно его спокойно сдать за 700 евро в месяц. Если хотите получить больше, то тогда уже с мебелью, докупив холодильник, стиральную машинку, и вы уже можете сдавать за 800 евро в месяц, хоть завтра. И также я вам говорила, что объект очень интересен будет под сдачу по спальням. Если мы будем сдавать по спальням, конечно, можно заработать чуть больше здесь. То есть каждую спальню можно сдавать где-то в районе 300 евро. И маленькую – это три спальни. И маленькую спальню можно сдавать за 200 евро. То есть в целом, если мы посчитаем эту всю математику, 1100 евро получается. А теперь о конечной сумме. Сколько же стоит наш сегодняшний объект? Квартира продается за 125 тысяч. Поэтому, если вам понравился объект, не тяните, сразу пишите, сразу звоните. Мы для вас с удовольствием организуем визит и проведем сделку. А я вам желаю отличного дня и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok